Привет! Сегодня я покажу, как создать новогодний макияж. В процессе работы я проговариваю все продукты, которые использовала в макияже, а также вы можете их найти по ссылочкам внизу. Итак, давайте приступим! Итак, начинаем мы с праймера. Это силиконовый праймер от ColorDance. Наносим пальчиками, как крем. Аккуратно распределяем. Мы выбираем силиконовую базу, именно потому, что нам нужно целый вечер и целую ночь, я надеюсь, оставаться свежей и прекрасной. И силикон достаточно плотный, он хорошо выдержит наш макияж. Дальше я смешаю 165-ю базу бронзатор и тональный крем ColorDance 110. И это нам даст эффект сияющей кожи. Работаю 23-й кистью-лопаткой ColorDance. Теперь мне нужно сделать коррекцию лица. Для начала я поработаю зоной под глазками, восьмым корректором. Я возьму корректор и смешаю его чуть-чуть с остатками тона, для того, чтобы он легче лег и распределился. Коррекцию делаю 28-й кистью из нейлона для корректоров и жидких консилеров. Теперь 15-м оттенком корректора, это темный корректор у нас, я сделаю скуловую коррекцию той же 23-й кистью-лопаткой. 24-й кистью нейлоновой, более маленькой кистью я сделаю растушевку. Растягиваем цвет от серединки, от самого яркого пятнышка, тянем его от края вниз и таким образом тоже немножечко снимаю цвета поверху. У меня получается затемнение посередине, которое плавненько расходится вверх и вниз. Получается достаточно красивая, скорректированная скула. Следующий этап у нас пудра. Пудра от Color Dance номер 8, нейтральный беж. Будем работать кистью номер 1. Да, будем работать пушистой кистью от Color Dance номер 1. Теперь будем работать с бровками. У Даши достаточно густая, хорошая бровь, ее нужно только немножечко оттенить. Будем мы это делать 26-ми тенями, вот такой темно-коричневый оттенок от Color Dance. Бровь прорабатываю 22-й скошенной кистью. 67-й тенью, это белое золото, очень красивое. Мы прорабатываем зону под бровью. Я работаю 13-й кистью, достаточно крупная кисть натуральная. Ей очень удобно работать со светлой тенью. И теперь я продолжу хайлайтинг. Для этого я возьму рассыпчатые тени номер 21. Они как раз очень хорошо лягут на все лицо. И делать мы это будем вот такой вот классной пушистой кисточкой. Это у нас номер 44. Кисть изначально предназначена для растушевки теней. Но я это делаю чаще всего кисточками поменьше. А вот зону хайлайтинга ей очень удобно, ну как для меня, очень удобно обозначать. И у нас получается такое сияние. Сейчас мы также проставим зоны свечения на носик, над губкой и на подбородке. Здесь даже удобно, по носику удобно пройтись пальчиком. Вот это вот, с вами, вот, сначально, чтобы хорошо видно. И вовремя. Здесь линии я люблю сглаживать пальчиком. Тогда получается более естественно. Так, хайлайтинг и контуринг у нас есть. Теперь приступаем к макияжу глаз. Макияж глаз у нас будет выполнен в трех оттенках. Один мы уже использовали под бровь. Он у нас пойдет еще во внутренний уголок глаза. Сюда. И также мы будем использовать, собственно, золото, да, который золотой цвет, как акцент нашего макияжа. И для коррекции формы глаза мы будем использовать вот этот вот холодно-коричневый оттенок. Это крупный шиммер, а это у нас сатин, что отлично подойдет для нашего сияющего вечернего макияжа на Новый год. Работать мы будем не по привычной схеме визажной, да, когда сначала проставляется форма и затем уже идет оттушевка. Мы сделаем наоборот, я это называю по американской схеме, да, Когда проставляется промежуточный оттенок, да, в данном случае у нас будет золото, и затем уже происходит коррекция формы. Вначале я прорабатываю неподвижное веко. Для этого я использую среднюю кисточку для теней номер 14 в коварденке. Подвижное веко я проработаю снова шестьдесят седьмым оттенком. То есть само яблочко я буду сильно осветлять, и сюда у меня будет еще идти 21 рассыпчатые тени. Теперь мы прорабатываем темными шиммерными тенями наши уголочки. То есть как внешние, так и внутренние. Я буду работать шестнадцатой маленькой кисточкой. Она специально создана для того, чтобы прорабатывать нижнее веко. Я работаю сейчас двадцать шестой тенью, той, которой мы прорабатывали бровь. Мне нужно создать такой темный ореол вокруг глаза. Теперь более крупной кисточкой, это у меня четырнадцатая, и вот этими шиммерными тенями, это у меня 115 оттенок. Я прорабатываю, вернее, растушевываю нижнее веко. И внутри добавляю еще золото. Глазки наверх. Во внутренний уголок. Теперь проставим еще акценты двадцать первой тенью. Сначала на яблочко. Немного еще под бровь. Во внутреннюю уголок открылась. То есть на выпуклые места, которые и дадут нам эффект сияния. Завершающим штрихом у нас будет черная гелевая подводка. Мы будем рисовать стрелочку с кошенной кистью двадцать второй, которой мы прорабатывали бровь. Начинаем с уголочка. И протягиваем стрелочку. Таким более штрихованным методом. Потому что с гелевой подводкой мы работаем немножко по-другому. Это не жидкая подводка, которой нужно сразу провести линию. Зато ею намного удобней прорабатывать и рисовать сразу тоненькую-тоненькую линию. И я могу зайти ее сюда, в самую-самую губь. Открою глазик. И у нас получается очень-очень аккуратная тоненькая стрелочка. И выводим стрелку в сторону. Стрелочку, да, ее хвостик мы всегда выводим с открытыми глазами. Это одна из причин, почему стрелки не получаются одинаковыми, потому что чаще всего вы их прорабатываете именно с закрытыми глазами. А потом получается сюрприз. Теперь у нас финальный штрих – это тушь. У меня это Viper от Makeup Revolution. И для аккуратного эффекта я проработаю кисточкой маленькой. Нижние реснички я буду наносить тушь только на корни, не по длине, для того, чтобы избежать эффекта, когда реснички перебиваются на нижнее веко. Теперь я еще добавлю скулового, добавлю румян, да, сделаю еще немножечко ярче скуловую коррекцию. Это у меня четвертая румяна от Color Dance. Да, и работаю третьей кисточкой. Ну и наш завершающий штрих, яркий главный акцент – это мы будем делать красные губы. Мы сделаем это 64-й помадой от Color Dance. И работаю я 29-й кисточкой для помады и блеска. Очень красивый холодный оттенок. Так как макияж у нас выполнен в теплых тонах, помада будет очень прикольным дополнением в холодном тоне. Наш образ практически готов. То есть, если вы любите более классические варианты, вы можете оставлять макияж в таком, ну скажем так, на данном этапе. Я продолжу образ и добавлю одну трендовую деталь, которую я вам рекомендую попробовать в этом году. Мы добавим красные блестки на наши губы. Это очень модно в этом году. И, в принципе, когда, как не на Новый год, попробовать что-нибудь новенькое. То есть, все уже давно слышали, что блестки заполонили не только подиумы, да, уже активно входят в нашу жизнь. Вот попробуйте и вы добавить немножечко блеска в вашу новогоднюю ночь. Мы берем красные блестки, ну это наши Арцел Мэйкап, блестки Арцел Мэйкап. И той же кисточкой, что я наносила помаду, я их просто, скажем так, сажу поверх помады. Так как у нас помада жидкая, да, имеет влажную текстуру, то это и есть лучшая база для блесток. Ну вот уже можно видеть, как красиво они мерцают и достаточно легко приклеиваются. И вот наш финальный образ готов. У нас очень-очень крутые губы, яркие, при этом ярко выделенные также глаза. У нас сияющая кожа. Нам осталось только завершить наш образ правильной одеждой. И, в принципе, вы готовы к встрече Нового года. А сейчас мы продолжим нашу работу и сделаем некую трансформацию. Я немножко обыграю этот образ и сделаем наш любимый креатив. Начнем с ресниц. У меня такие вот золотые от Marlis, 544 номер. Как iPhone, только iPhone. И я буду использовать клей iWaterproof в белом цвете. Ну, он белый по цвету, но на самом деле он высыхает и становится прозрачным. Сначала ресничку мы померили по форме. Если она у нас больше, мы ее подрезаем. Если все окей, то мы наносим клей. И в закрытом варианте наносим ресничку и ожидаем, пока она подсохнет. Так, а пока Дашенька сидит у нас и ждет, пока высохнет клей, мы поработаем с ее зоной декольте. Для этого я возьму золотой пигмент Artsol Makeup и буду наносить его вот таким вот спонжиком. Прорабатывая мазками шею. И нужно получить золотой эффект на коже. Можно для более яркого эффекта наносить влажным способом. Значит, я беру губку, да, это губка для создания спецэффектов. И я развожу золотой пигмент просто с обычной водой. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня мы снимаем видео, как создать новогодний образ. Оставайся, оставайся с нами, оставайся, не бросай нас, детка, ты нужен нам на нашем канале. Губы, 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 и мы расскажем тебе, как создать такие губы.